Ветераны АТО обвиняют нардепов от радикальной партии в попытках рейдерства. Речь идет о крупной сети супермаркетов, которую якобы хочет заполучить один из депутатов. Сколько предлагали бойцам, как политики зарабатывают на патриотизме украинцев и на какие деньги Олег Ляшко купил новый дом под Киевом за 15 миллионов гривен? Разбиралась Оксана Григорьева. Патриотическое рейдерство. Ветераны АТО обвинили нардепа от радикальной партии Олега Ляшко, Сергея Рыбалку в использовании бойцов в личных бизнес-интересах. Речь идет о скандале вокруг крупной сети супермаркетов АТБ. Еще с прошлого года народный депутат активно с трибуны парламента заявляет о том, что владельцы сети якобы финансируют сепаратизм. А возле магазинов проходят вот такие акции. Кровь, свиные головы и перепуганные покупатели. Олег Кровец, ветеран АТО, прошедший Иловайск, был одним из участников подобных акций. Однако вскоре узнал, что все это оказалось только попыткой нардепа прибрать к своим рукам бизнес. Сергей Рыбалко, народный депутат фракции Олега Ляшка. Он, фактически, на третий год войны, берет своими грязными руками, пытается уничтожить мережу. Хлопцям-бойцям нашим пропонировали величезные деньги за участие в этих акциях. И вместе с тем, некоторым добровольным батальонам, даже пропонировали высотки после уничтожения этой мережи, после перехода ее в властность до других рук. И сегодня в нашей стране рейдерство набло таких масштабов, что, знаете, Янукович нервно курит сторон. Ранее в интернете появилось интервью еще одного бойца АТО, Михаила Помогайба, который заявил, что за подобные акции депутат платил по 100 тысяч долларов. Обвинение в работе на агрессора, яркие флешмобы и плакаты. Волонтер и активист Гайдэ Резаева утверждает, что это не первый подобный случай. Он подкупает людей для всякого рода провокаций. Это одно из шагов именно к рейдерству. Начинается все с дестабилизации определенного человека, определенной компании. То есть делаются эти шаги для того, чтобы народная масса, скажем так, убедилась в том, что нехороший человек, россиянин, ведет торговлю с оккупантами. Это первый шаг. Следующие шаги, они путем уже давления. Это своего рода рейдерский захват. Мы спросили, что Сергей Рыбалко думает об обвинениях в свой адрес. От прямого ответа нардеп уходит. И убеждает, что все, что про него говорят, это давление со стороны властей на его честную персону. Я считаю, что это фейк. И, как я скажу, уже влада работает системно для снижения всего, что она видит поруч. Работает все, чтобы люди не работали на предприятиях. Я не выполнил обязанности, как народный депутат, а занимался тем, что ходил на допыти. И люди, которые должны заниматься тем, чтобы развивать свои предприятия и сплачивать податки, они тоже будут ходить, на жаль, на допыти. Активисты уверены, подобные схемы не сработали бы без помощи лидера-радикалов. Напомним, в начале этого года выяснилось, что главный борец с коррупцией в парламенте Олег Лешко приобрел скромный дом площадью 550 квадратов в элитном поселке Козин под Киевом, который оценивают в 15 миллионов гривен. А еще два земельных участка стоимостью 4 миллиона. Кто помог так обогатиться Лешко? Олег Кровец уверен, знает источники финансирования радикальной партии. Ветераны и волонтеры АТО требуют от замешанных в этом скандале нардепов немедленно сложить мандаты и извиниться перед бойцами, которых попросту обманули. А генпрокуратура накануне уже провела обыски в офисах фирмы С-Групп, которую связывают с семьей рыбалки. Владельцев компании подозревают в неуплате налогов и краже более чем 110 миллионов гривен. Рейдерство, уклонение от налогов и покупка элитной недвижимости. Все факты теперь предстоит проверить правоохранительным органам. И если они подтвердятся, это может стоить радикалам не только мандатов. Оксана Григорьева, Андрей Кровец. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин